так здравствуйте уважаемые зрители с вами мастодонт и вашему вниманию хочу предложить новую игру mountain blade warband называется очень прикольная игра мне нравится давно давным-давно где-то 7-8 лет назад проходил но я проходил другую часть она называется история героя захотелось снова пройти но только уже другую часть игра очень классная очень топовая мне очень понравилось советуюсь я по ходу дела вы сами посмотрите что за игра если понравится играйте так вот здравствуй путешественник в игру mountain blade warband начни создание игры с характеристики своего персонажа так же также выбери пол имея ввиду что мужчины были более доминантны чем женщины за мужчины говорит легко за женщину тяжело конечно же мы будем играть за мужчину за женщину играет пусть девушки выберите вас ваш пол мужик вы родились далеко далеко от этих земель ваш отец был обедневшим дворянином странствующим торговцам старым солдатам охотником степняком кать кочевником вором пусть будет обедневшим дворянином вы сын благородного но обедневшего семейства дела вашего отца окончательно пришли в упадок и из всех был их владений у него остался лишь дом в котором вы решили несмотря на все трудности семья сумела дать вам хорошее образование и с детства подготовить вас к благородной жизни при дворе вы начали познавать мир как только научились ходить и говорить свои ранние годы вы провели в качестве так пожар при дворе вельможи мастерия ремесленника помощника в магазине уличного сорванца настоящего дитя степей так давайте более такое выберем высокие чины чтобы потом легче нам стало стать королем или кем там лордом когда вы чуть подросли вас отправили жить ко двору одного из местных правителей где вы прежде всего обучились покорности выполняя требования разных дам и господ однако глядя на их интриги слушая их сплетни и даже стихи стихи о великих подвигах и страстной любви вы потихоньку начали узнавать об огромном мире вокруг вас в котором ни на миг не прекращается борьба также вы многое почерпнули из жестоких игр других детей которые избивали друг друга палками или деревянными мечами в юности ваша жизнь переменилась как это обычно не бывает вы стали оруженосцем трубадуром студентом университета уличным торговцем разносчиком кузнецом браконьером давайте выберем оруженосцем нужно было выбрать и студент университета хотя вы не сразу это заметили но со временем вы стали взрослым мужчиной и весь мир вокруг вас изменился когда вас посвятили в придворные рыцари вы стали учиться обращаться с оружием наносить и выдерживать сильные удары вам рассказали об обязанностях которые вы несете перед правителем и о долге перед теми кто однажды может стать вашими вассалами но помимо рыцарских идеалов вы узнали также о вещах менее приятных старые войны и многие поведали вам поведали вам о жестокой политике власти и предательстве а также о людях которые достигали своих целей как храбростью так и коварством но вскоре события вынудили вас сбросить все и стать искателем приключений что же заставило вас принять такое решение жажда мести гибель любимого человека мечта о далеких землях меня выдворили из собственного дома стремление к богатству и власти давайте будет пусть мечта о далеких землях посетивненькое что нибудь выберем только вы можете можете точно сказать что заставило вас покинуть свою прежнюю жизнь и отправиться на поиски приключений но даже вы не можете толком сказать когда ваш дом вдруг стал тюрьмой все окружающие приелось и все ваши помыслы помыслы заняли странствия что бы вы не встречали в новом месте вы нигде не смогли оставаться подолгу вы просто шли вперед никогда не оглядываясь стать искателем приключений и отправиться на поиски судьбы вам выпала честь нести стяг который будет отражать ваш статус и принесет вам славу какой вы выберете уху 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 Будем рабами торговать, конечно, одноручное оружие. И потихоньку будем качать стрельбу из лука. Когда-нибудь это прокачается. Так, внешность. Вот этот, наверное, получше будет бороду. Вот такая вот пусть будет борода. Вот это нормально, думаю. Придческа героя настоящего возраста. Пусть будет самый молодой цвет волос. Пусть будет бруинетом. Остальное, наверное, не будем вот это все трогать. Что-то менять. Какая разница. Вы пребываете в Кальрадио, мир, раздираемый войнами между молодыми государствами, которые непрестанно сражаются за власть и за земли. Это настоящий рай для рыцарей и наемников, головорезов, искателей приключений. Короче, для всех, кто готов рисковать своей жизнью в погоне за богатством, могуществом или славой. Опасности поджидают вас на каждом шагу, но где искать удачу, если не здесь? Сейчас вы стоите на высоком холме, осматривая земли внизу, и вы чувствуете, что ключ к вашей судьбе в ваших руках. Все дороги к Кальрадио открыты для вас. И что бы вы ни выбрали, вас ожидают удивительные приключения. Присоединиться к каравану, идущему в Правен, в королевство Свадью. Присоединиться к каравану, идущему в Рейвадин, в королевство Вегер. Караван в Тульгу, Хиргидское ханство. Сесть на корабль в Саргот, в королевство Нордов. Сесть на корабль в Джалкалу, в королевство Родаков. Родаков, или как? Присоединиться к каравану, идущему в Шарис, в Саранитский султанат. Так, смутно помню я. По-моему, это Хиргидское ханство, это типа монголы. Сараниты, это арабы. Норды, это викинги. Свадия, это, по-моему, рыцари, европейцы, типа такого. Родаков, родуков. Они, по-моему, зеленого цвета. Вегер, Вегер, это чуваки с мехами, по-моему. С меховой одеждой. Так, ну, давайте направимся в Норд. Да? Викингам станем. Или в свадьбу. Давайте в свадьбу пойдем. Сколько писанины, это все читать. Вы прибыли с караваном в самое сердце Кальраде. На холмистых полях зеленеют сходы пшеницы, ячменя и овса. А на отрогах заснеженных гор вы различаете стадок коров и овец. Время от времени вам встречаются огромные боевые лошади. Гордость свадийского дворянства, земли здесь богаты, но выжженные фермы и вытоптанные поля свидетельствуют о том, что и в этом краю не все ладно. Скоро вы понимаете, что в лесах укрывается множество беженцев и других обездоленных людей. Достигнув, наконец, огромного портового города Правина, вы вздыхаете с облегчением. Вы снимаете комнатушку в первом попавшемся трактире Правин и тут же засыпаете. Проснувшись, еще до рассвета вы отправляетесь исследовать окрестности. Вы идете все дальше по безлюдным переулкам. Внезапно раздается звук, который заставляет вас насторожиться. Звон клинка, извлекаемого из ножен. Это типа на нас нападет, что ли? Серьезно. Так. У меня арбалет. Не люблю арбалет, долго перезаряжается. Так, чувак на нас идет. Заряжай, заряжай. Арбалет по ногам. Все, что ли? Арбалет перезадим. Чувак наш. Вы как в порядке? В любом случае, вы живы, в отличие от того паренька. Ну что же, одним ворон будет меньше. Впрочем, его время никогда не переведется. Ну да ладно. Мне кажется, вы могли бы мне помочь в одном дельце. Давайте поговорим внутри. Мне бы не хотелось, чтобы нас подслушали. Купец приглашает вас в дом. С порога он выглядывает на улицу. И лишь затем, убедившись, что за вами не следят, запирает дверь и начинает разговор. Сейчас с ним общаться еще. А теперь позвольте я объясню мое предложение. В холмах всегда было много бандитов. Кто-то шел разбойничать из-за войны и долгов. Кто-то из-за природной склонности к жестокости. В последнее время разбойники обнаглели. Они далеко отходят от лагерей и даже пробираются в город в поисках легкой добычи. Начальник городской стражи говорит, что все это из-за войны на границах. Мол, следить за порядком людей не хватает. Но я что-то в это не верю. Мне кажется, самое разумное объяснение, что у бандитов в городе есть свой человек, который тайно проводит их за городские стены и говорит, где можно поживиться. А на прошлой неделе они украли моего брата. Уж не знаю, о чем думал мой брат, парень из приличного дома, когда шлялся по улицам посреди ночи. Понятно, вы сами ходили там же, но вы-то не знали, какие тут вещи творятся. А его я просто не понимаю. Впрочем, он же мой родственник. Так что ничего не пишешь. Если не будешь защищать своих, люди станут думать, что имущество свое защитить не можешь. А этого я допустить не могу. Нет сомнения, что скоро бандиты пришлют мне письмецо про выкуп. Но я не собираюсь им ничего платить. Вот что я вам предлагаю. Похоже, вы умеете обращаться с клинком, и что не менее важно, кошелек ваш совершенно пуст. Иначе вы не приехали бы в Калрадио. Вот что я от вас хочу. Соберите небольшой отряд, вы следите этих бандитов и в их логове поучите их хорошенько. Так, проучите их хорошенько и верните моего брата целым и невредимым. А я за это скажу вам спасибо и дам мешочек серебра. Что скажете? Интересное предложение. В одиночку вы с такой задачей не справитесь. Если вы попытаетесь все провернуть самостоятельно, вас поймают, и вы станете не героем, а еще одной жертвой. Так что сперва наберите себе небольшой отряд. В окрестностях деревнях непременно есть крепкие парни, которые согласятся подраться. Если вы им заплатите. Так, держите-ка 100 динаров. Можете считать это авансом. Пройдитесь по деревням и найдите подходящих людей. Думаю, пятерых вам будет достаточно. Пятерых. Понятно. Я сейчас же отправляюсь собирать отряд. Вот и славно. Как будете готовы, найдите меня тогда и поговорим. Я буду здесь правым. Так, вы получили ваше первое задание. Чтобы просмотреть журнал задания, вы можете нажать клавишу Q в любой момент игры. Так. Входим назад. Q. Набрать пятерых. Так, все я знаю. Вот такая вот карта. Смотрите. Какой большой мир. Так. Тут же было. Так, кто дезертирует. Вот он я. Командор. Один человек. Направляемся в деревню. Вот эта вот первая деревня. Набрать добровольца. Четыре. Я еще хотел посмотреть наши вещи. Надо постоянно покупать еду. Чтобы вы не умерли от голода. Меч. У меня кони есть. Так. Надо следить за отрядом. Чтобы не напал на нас какой-то отряд воров. Дезертиров. Если на нас нападут какой-нибудь дезертируем. Рыцари. Солдаты, которые дезертировали. С легкостью могут нас убить. И забрать в плен. Потом отберут все деньги. Так. У меня осталось 130 мая. Отправляемся вправе. К этому чуваку. Прекрасная работа. Вы набрали достаточно людей, чтобы справиться с бандитами. А теперь к делу путники, проходящие через правен. Говорят, что в окрестностях города шастают разбойники. Думаю, они из той же банды, которая похитила моего брата. Вы следите их, разбейте и заставьте рассказать, где находятся их лопы вам. Путники, проходящие через правен. Говорят, что в окрестностях города шастают разбойники. Он не хочет с нами идти. Выберем ответ. Да, хорошо, я поймаю этих разбойников. Так, а что путешественник говорит? Здравствуйте, дружочек. Мне отчего-то кажется, что я вам могу пригодиться. Я много путешествую по Калорадии. Слежу, посматриваю по странам. Я могу продать кое-какие секретики. Секретики. Так. Давай ты отсюда гуляй. Со своими секретами. Так, нам надо найти бандитов. А, вот он. Шайка разбойников. Нашли? Что тебе нужно? Тебя-то я ищу. Скажи, где вы держите пленных? Я отпущу тебя. Ха, пленники уйдут только, если ты за них заплатишь. А у тебя есть золото? Нет. Зато их стали предостаточно. Их четыре, нас десять. Я думаю, разберемся. Такая беспонтовая местность. Таким образом, проходят бои. В зависимости на кого вы наткаетесь, где наткаетесь. Ландшафт постоянно меняется. Я набрал себе крестьян из деревьев. Вот, видите, они вот так вот выглядят. С косами, с дубинками. Вон, четыре ублюдка. Сейчас догоним и убьем. Надеюсь. Так же мы можем их захватить в плен. Опа, а я косвай. А не камнями кидаются. Неприятно. Тут и чё? Короче, ну и нафиг этот арбалет. Что мне надо браться? Ну, пацаны разобрались. И без меня. Какой я косой, в общем. А, пощадите. Отпустите меня. Я уйду далеко-далеко из этих мест. Займусь честным ремеслом. И вы больше никогда, кренусь, никогда обо мне не услышите. Хорошо, я сохраню тебе жизнь. Но в обмен на информацию. Ты или твои дружки похитили брата, знатного городского купца. Расскажите, где вы его держите и дай мне слово, что перестанешь беспокоить честный народ в этих краях. И убирайся. Я бы в плен захватил, командор. Правильно делаешь. Благослови вас Бог, сударь. Мы пареньку ничего не делали. Мы его держим в нашем логове рядом с Вейдар. Я расскажу вам, что где, не ошибетесь. Так, первые пленные есть. Так, тут пацаны можно повысить до ополченцев. Уже получше выглядят они. Мне жизни маловато. Так, вот это все заберем. Это ножик. 21, 4. Вот это все продадим потом. Пасть на логово бандитов. Неподалеку Вейдар. Показать на карте. А вот логово. Вижу. Вы приближаетесь к бандитскому логову. Похоже, что разбойники еще не заметили вас. И вы можете подкрасться поближе. Трудный доступ к этому месту вниз по узкому ущелью. Означает, что пойти в атаку смогут лишь некоторые члены вашего отряда. И то без лошадей. Если вашу атаку успешно отразят, разбойники разбегутся в разные стороны. Желаете ли вы напасть на логово или подождете другого случая, конечно напасть. Напасть и убить. Жизни маловато. Надо, знаете, первую помощь прокачать, прокачки героев, чтобы как-то мог отхилиться. Мы пойдем по горе. У нас же арбалет. С которого я не могу попасть. Косой мастодонт. Как я их пропустил? Или они так появляются? Еще одну вы нашу зарубили. За ними надо идти. Компы знают, куда идти. А ты чего? Немножко попасть. Куда-то воздух выстрелил. Да, а ты чего? Да попади уже. Бежит. На! Зарубили мастодонта. Вы приходите в себя довольно быстро и видите, что похитители отпраздновали победу откупори в бочку вина и совершенно позабыли о любой осторожности. Они даже не связали вас. Вам удается ускользнуть здесь пещеры, судя по звукам, которые доносятся до вас из-за убежища. Чтобы вы понимаете, что еще успеете набрать еще людей и повторить нападения. Так, у меня же люди есть, отряд. Люди есть. Мне надо постоять. Подождать некоторые дни. Подхилиться надо. Я ранен. У меня сегодня 6% здоровья. Так. Семнадцать. Какой-то лорд пробежал мимо нас. Давайте еще денек подождем. С одного удара завлюбили. Вот эта вот сложность. Еще людей набрать. Вот эти ремушки. Теперь не будем на разон лезть. Пусть пацаны справляются. Мы будем сзади мастерировать с арбалетом. На, по яйцам. Пусть пала в 3-5 год. Пусть пала в 3-5. На, по яйцев не знаю. пацаны справляются и без меня чаю полез туда и тупо сдох надо осторожно играть очень сложная игра кстати сами видите реалистично можно с одного удара пацаны сюда бандит идет спасибо спасибо вам добрый господин что спасли меня от этих злодеев это мой брат правильно навел вас на их след да да он просил меня найти вас думаю вам следует как можно быстрее вернуться к семей будьте осторожнее осторожнее в дороге пути к отступлению для разбойники перерезаны и они один за другим падают под вашим натиском их убежище и все добытые нечестным образом пожитки теперь принадлежат вам сейчас одеться там все вот это продать заработать бабло не хватает так тут камень был выкинуть у меня шапки то нету вот шапку одену турта 13 14 видите копченая рыба уже 39 осталось из 50 поменяем сапожки доспеха пока нету нормального так ударов рубящий 29 24 я возьму вот этот все равно колющий ударами использую основному рубящий удар используем остальное все равно продать очень мало денег у нас остается 71 монет направляемся вправо ворды видите тут 230 минимум армия у этого 50 крафт 200 динаров мы получили ну мой брат дома и в безопасности даже не знаю что с ним теперь делать может отправлю университет куда-нибудь подальше от колорадии тогда если ему проломят голову в кабацкой драки никто не скажет что это моя вина в любом случае вас это точно не касается вот возьмите вашу награду вы ее заработали деньги мне не помешает мне было приятно вам помогать вот и хорошо хотите заработать еще немного может быть помните я говорил вам что разбойник весь свой человек в городе думаю я знаю кто это это капитан стражи ни больше ни меньше несколько месяцев назад этот капитан глядя на то сколько купцы получает от караванной торговли решил занять денег на собственный караван к несчастью он как и многие другие не понимал что большие доходы можно получить только при огромных рисках и вот он вложил все свои деньги в самые дорогие товары и разумеется его караван был атакован и разграблен капитан потерял все что у него было лошара капитан похоже именно после этого наш капитане решил встать на неправильный путь думаю я поступил вот точно так же если бы сохрани господь у меня было столько долгов понятно что вся стража так или иначе и окшается с разбойниками но этот капитан не вовсе состоит у них на жаловании он проводит их в город позволяете им делать что угодно а потом получает свою долю слышали когда-нибудь чтобы браконьеры становились егерями к сожалению в несчастной колораде это происходит нередко по счастью в нашей земле еще остаются честные и смелые люди которые рассказали мне всю эту историю я бы мог бы рассказать об этом королю харлоусу властителю этого города но он непременно начнет расследование мне придется судиться с капитаном тот приведет свидетелей и все мое дело развалится а если кто-нибудь к этому времени атакует наши границы так вся история и вовсе забудется а меня под шумок зарежет где-нибудь в переулке военное время видите ли правителя мало интересует его поданные их мелкие заботы так вот что я предлагаю сделать я собрал группу горожан кто-то работает на меня у кого-то эти разбойники убили родных мы сами нападем на дом капитана и приведем его королю харлусу харлаусу кандалах а пойманные бандиты сразу же сразу же дадут показания против него не нужно только одно что-то кто-то повел мою маленькую армию в бой думаю вы с этим отлично справитесь ну что скажете откуда мне знать что вы говорите правду пожалуй могло такое случиться что я нашел дюжину бандитов которые согласились бы отдать жизни ради того чтобы обмануть правильно не думаю что смогу доказать истинность моих слов но коль скоро вы верите деньгам я готов подкрепить мой рассказ 500 динарами они станут вашими как только вы согласитесь согласитесь оказать мне эту небольшую услугу так что вы скажете конечно хорошо 500 динаров на улице не валяется вот и хорошо давненько я не ставил так много на одну карту мои люди ждут вашей команды вы готовы да итак бой задайте им жару чтобы капитане его прихвост не опомниться не успели и да поможет вам небо вы выходите из таверни и отправляетесь бродить по улицам почти на каждом углу вы замечаете нервных молодых людей от них веет смесью страха нетерпения и гордости похоже под одежду у них спрятаны кинжалы и дубинки молясь чтобы ваших врагов не сбугнули эти недотёпы вы еще раз проверяете оружие и готовитесь начать боя пора ребятки бой 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 не сдохнуть бы сейчас не сдохнуть все будет по мне ебнет больную что ли отойдет на а на а а В принципе, что, мы боюсь полететь, полететь. Ага, я понял. Я с этим мечом не могу использовать щит. Гребаный щит. Несколько уцелевших разбойников разбегаются по узким проулкам города и их тут же схватает горожане. Убедившись в том, что победа осталась за вами и позаботившись о раненых, вы вместе с торговцем отправляетесь к нему домой обсуждать события прошедшего дня. Вы получили 200 динаров. А вы молодец, говорят, вы достали одного или двоих мерзавцев, все еще живы. При таком раскладе вам просто повезло. К сожалению, несколько моих парней были ранены. Пойду их проведу. Да-да, сейчас капитан сидит у меня в задней комнате, а парочка моих ребят держит нож у его горла. Осталось привезти его этого мерзавца и королю Харвус и рассказать ему все по порядку. Но с этим мы справимся и без вашей помощи. Давайте вот что сделаем. Если все будет благополучно, я встречусь с вами в таверне и расскажу, что да как. Если мне там не будет, а мою голову выставить на пике над городской стеной, думаю, вам лучше на время покинуть город и забыть все, что здесь произошло. Ну что же, надеюсь, еще свидимся. Да, давай, пока. Не надо делами заниматься. Отправиться на рыбничную площадь. Так, мне надо свое оружие вернуть обратно на место. Вот кинжал. Вот это все надо продать. Так. Я тут тоже без разницы, кому ты продаешь. У меня 594 динара. Возьму цепленка и хлебушек. 174 динара плачу. Мне очень дорого кушать в этой стране. Я смотрю. Давайте отдохнем здесь парочку дней, чтобы выхилиться. Отряд боярин халишь и разоряет деревьев. Наверное, сюда. До свидания. Субтитры добавил DimaTorzok и на today's slides. Милорд, вы, гляжу, мечом-то махать умеете, помогли бы нам, а? Поможете? Что такое? Да вот бандиты шипнем по кругу, засели у нас в деревне, еду позабирали, всяко-разно поотбирали, баб наших пугает, мучители, мочи уже, а мочи уже с ними нет. Я вот сбежал, теперь вот помощи ищу, почему бы вам не обратиться к своему лоргу, он должен позаботиться о вас. Да ходил я, господин, да только меня к нему на порог не пустили, говорят заняты они, велят самим разбираться. А вы с виду благородный такой, и воевать, вот, какой-то перевод неправильный, где-то ошибки, если что, извиняйте. Опять же обучены, уж ежели кто нам ей поможет, только вы. Хорошо, я помогу, храни вас бог, господин, деревня наша зовется Эльберу, она вон рядом со всем. Так что, туда надо сходить. Ах, командор, все получилось не совсем так, как я надеялся. Король Харлоус, разумеется, не мог не оценить моего вклада в безопасность города, и, конечно же, он благодарен за то, что я избавился от капитана. За деньги этот мерзавец и врагов впустил бы в город, и все же для властителя города я стал чем-то вроде напоминания о его собственной слабости. Какая тут честность, это же Каллорадия, мальчик мой. Короли творят, что им вздумывается, остальные делают, что должны им. Меня не повесили, и то ладно, даже дали время продать имущество и пообещали не сбивать на него цену. Словом, все не так плохо. Эх, наш король, как и остальные правители, эти земель слишком слаб. Так что, в первую очередь, он старается не потерять лицо, а потом уже думает о делах государства. В любом случае, я не стал упоминать при королях Харлоуса о ваше участие в этом деле. Но он обратил на вас внимание и все-таки не приказал вас повесить, что уже неплохо. Может быть, со временем он даже даст вам какую-нибудь работу. Словом, думаю, вы уже поняли, что в наших краях не так-то просто остаться в живых и добиться справедливости. Надеюсь, вы потратите полученные деньги с умом. Удачи вам. Давай, до свидания. Так, ага, себе 282 динаров, чтобы нанять этого стражника. Давай, до свидания. Так, отряд. У меня есть кого-то повысь? У меня ушел полчинцы. Уже более грузный отряд. У меня бить их разбойников. Вайлер. Принять действия. Вы предлагаете своим пленникам свободу, если они согласятся присоединиться к вашему отряду в качестве воинов. Два человека из разбойники принимают предложение. Так, у меня и два разбойника в команде в отряде. Ну да ладно. Так, деревня Ельберн. Ни фига себе, она рядом. Не далековато ли она. Нас 12, да? Можно, в принципе, по дороге каких-то воров поймать. Каких-то воров поймать. Убить их. И забрать их имущество. Клиент взять. Потом работорговцу продать. Ну, пока я, видите, в праве они нету, работорговца. Они обычно... Разбойники, два человека, сбежали из отряда ночью. Вот тебе надо. Надо было в плену их держать. Польше не буду. Есть пену нанимать людей. Буду их продавать. Деревня Ельберл процветает. На полях и в садах деревни полно людей, которые трудятся от рассвета до заката. Амбары ломятся от зерна, а риги от душистого сена. Земля дает хороший урожай. Скотт тучин, а житель готов к завтрашнему дню. Вы вспоминайте, что эта деревня и прилегающие земли принадлежат графу Девриану из королевства Свадия. На деревню напали лесные бандиты в количестве 13 человек. Народ безразличен. Так, атаковать разбойников. Нам должны, да, крестьяне помочь местам. Думаю, они сами разберутся. Но... Не, не, не. Коня моего зарубил, ты охренел, бля. Я сейчас сдохну. Щит он сломал еще, да? Давайте, залюбитесь, ну, за 13. Бэлло. Опять выхиливаться надо. Вы и ваши воины прогнали разбойников из деревни. Об этой замечательной победе непременно сложат песни и легенды. Жители теперь в безопасности у них. Не осталось почти ничего ценного. Но они рады предложить вам все, что смогут собрать. Конечно, принять свинину. Бухать будем или продадим. Всего-то. Так, мы уберем еще людей. Отряд. Копейщик, да? Давайте одного копейщика сделаем. Нормально такой чувак. И, кстати, когда их повышаешь, недельная оплата увеличивается. У нас пока заданий нету, да? Может, каких-то бандитов поищем? Нет, перед тем, как бандитов поискать. Немного подождем. Не отхилиться, наверное. Если рядом какой-нибудь, какие-нибудь воры будут пробегать. Так, это фермеры. 50 хп. 50%. Можно напасть и на фермеров. Но уже мы станем бандитами, врагами государства. И все лорды, графы будут нас атаковать. За нами бегать. Это не очень хорошо. Надо будет потом бежать в другое королевство. А в другое королевство мы еще успеем сходить. Опитал сейчас. 399 кинаров у меня осталось. Надо работать срочно. 100%. 100%. Все четко. Уровня пока нет. Как. Так. И вот он. Вот он. И вот он. Безразличие. Фракции. Свадия. Король Харлоус. Он правитель вправен. Надо к королю, наверное, пойти. Взять у него задание какое-нибудь. Давайте в деревню пока заедем. Так, воры. О, постоять, пацаны. Стоять, стоять. Че голые там? Распех нужен какой-нибудь хороший. Можно, кстати, приказы отдавать. Так, вот. Черезать позицию. За мной. Вот так. Давайте пацаны. Кто-то лучник остался. Давай я высажусь. Сюда видим. Красавчик. О, спасенный. Крестьянку нанять. Крестьянку нанять. Крестьянку нанять. Распольник. Взять в поле. Плен. Стрелок. Давайте. Арбалечек. Понял. Все это захватим и продадим. Так, я тут что-то сперху. Тут, смотрите. 21 к защите тела. Вес 6. Вес всего лишь 2 килограмма. 24 к защите тела. Давайте я поменяю лучше. Таким вот стану. 45 динаров мы отобрали у них. Так, еще кого-то вижу. Вставайся, иди умри. Можно так же от первого лица сделать. Думаю, от первого лица так себе. Крестьянка бежит. Крестьянка бежит. Так, все, надо направляться в правильный, ибо уже не хватает места. Надо все вот это продать. Опа, опыт. Урбин второй. Игрок второй. Телек качаем. Сразу получаем 2 очка умений. Перевеска ранок, да, по-моему, я хотел. Упаковку я хотел прокачать. Вот так, и... Вот так, и... Давайте перевеску ранок. Упаковка может прокачать еще. Или сбор трофеев. С каждым новым уровнем этого навыка торговые наценки уменьшаются на 5%. Что торговля получается у меня? Угу, угу, угу... Что его прокачать? А по-фиг. Прокачаю упаковку. Будет больше мест. У меня стрельба из арбалета много. Нет, я буду качать стрельба из лука. Хочу лук себе купить, нормально. Буду из лука расстреливать. Все, бежим. Правильно. Продавай всю эту мелочь. Ничего лучшего нету. Какой-нибудь нормальный доспех взять. На дезертиров надо нападать, там, в основном, солдаты. Уже прокаченные, с хорошими доспехами. У них можно снять всю эту торговцу с лошадьми. Или давайте с разным товаром. Продадим вот это. Сколько выручим. 173 динара. Плохо. Направится в замок. Это замок короля. А короля-то нету на месте. Где-то гуляет он. Странно, конечно, что пускают в покое короля. Охранники что скажут? Нам не следует вести беседы на посту, сэр. Все понял. Я сэр. Посетим таверну. Путешественник. Низар. Продавец книг. Есть работа торговец. Так, вот этого чувака. Приветствую. Меня зовут Низар. Уверен, вы обо мне слышали. Нет, не думаю. Нет, тогда должно быть вы слышали о моем коне, который несется по роднинам, калорадии, подобно лунному лучу. Или о моем мече, который обогрялся кровью благороднейших правителей этих земель. По профессии я воин, но, возможно, вы слышали и о моем поэтическом даре я доставляю прослезиться даже самых холодных людей, или о моих познаниях в области любовных утех. Отринув смущение, признаюсь, что обладаю недюжинными умениями в этой области. Мне нравится Калорадия, и вот уже несколько лет я путешествую по ее городам, замкам и деревням, совершенствуя свои таланты. Бабу, короче. Короче. Кстати, раз уже заговорили о ночных утехах, где-то в этом городе бродит довольно рассерженный рогоносец. Может быть, вы поможете мне выбраться из города, не привлекая внимания. Меч, копел, лук. Я владею любым оружием, описанным в эпических поэмах. Вместе мы совершим такие подвиги, о которых еще долго будут вспоминать на праздниках и у костров. В грязных тавернах и королевских чертогах. Ну, пошли. 300 динаров, короче, этот урок просит у нас. Стоит ли он 300 динаров? Да пофиг, да? Давайте возьмем. Отлично. За 300 динаров взяли. Выкупили себе у бабника. Кладовец книг. И на заскопываем книги. Что, что? 8000. Нифига, тебе надо ограбить, по-моему, и продать эти книги. По-хорошему. Так. Что-то мы не можем короля найти. Первый у меня короля, да? А вот он кто. Низар. Есть кони у него. Хорошо. Надо короля дождаться. Взять задание у него. Охрана 320 плюс 4 пленных. В принципе, я вспомнил, что можно взять и в городе задание у городского управляющего. Тоже неплохие задания дает. Он сейчас утром наступит. Наверное, схожу в город. Там возьму. Так это кто? Это не король. Не хочу я общаться с этими графами. Лучше с королем сразу скинтоваться. Прогуляться по улицам. Вы попали в ловушку. Блин. Почему я щит не могу использовать? У меня мечта уручная что ли? Блин. Пока щит вытащил, не убили. Вы отдались в 98. Вы падаете. Бандиты быстро обыскивают ваше тело, забираются ценные и растворяются в темноте ночи. Впрочем, вы живы, и это главное к счастью. Ваши спутники встревожившись из-за того, что вас долго нет, отправляются на поиски и находят вас у дороги. Они относят вас в безопасное место и перевязывают раны. Вот я у вас шара. Я ранен еще. Блин. Ну, ждем короля тогда. Это не король. Это не король. Четыре процента. Денег все меньше и меньше. Что-то у меня беспонтовый доспех. Что-то тут у врагов видел, да? Дезертили. Сможем мы их? Отфигачить, а? Давай, Низар, покажи. Хотя у меня так себе армия. Шайка бандитов у меня. Низар, ты. Иди сюда. Сдохну что-то. Так. Если этих убить, мы сейчас хорошие доспехи получим, но они жирные все. Попасть бы еще подниму. Ах, блин. У нас сейчас еще их плен заберут. Говно собачья. На вашем пути дезертируй. Ваши бойные готовятся атаковать бойцов. Готов в бой один против трагиции. Так. Бежим. Пиздили еще раз. Хм. Ходим, пиздили. Оба раненых хва. О, король Харлоус. Давайте сходим к нему пока он тут. Вон он стоит. Второго короля. Мы знакомы. Так. Ответы и вариантов. Я командор. Меня зовут командор к вашим услугам. Господин. Правильный ответ. Я король Харлоус. Правитель королевства Свадия. Господин Правин. Вижу у вас благородное знамя, хотя оно у меня и не знакомо. Знаете же я, что я всегда ищу умелых воинов для своего отряда. Так. Но сперва им нужно проявить себя. Так. Что тебе надо? Типа. У вас есть для меня задания? Милорд. Хочу предложить вам мою меч и бассанину. Присанину. Мне бы хотелось кое-что спросить. Так. Мне нужно отправить письмо графу. Рафов. Должно быть он сейчас в замок Хари. Вот. Если вам случится побывать в тех краях, не передадите ли ему этот пакет. Его нужно доставить в течении 30 дней. Так. Конечно. Я ценю это, командор. Вот письмо и небольшая сумма, чтобы покрыть ваши дорожные издержки. Граф Рафов. Обрадуется, получив мой сердечный привет. Граф Рафов. Сколько мы получили в таком журналах? 30 динаров. Хм. Какой ты мелочный король свой. 30 динаров он дает. Давайте выполним это задание. И... И... Закончим пока что первую часть прохождения. Маунт энд плей. Варбанд. Продолжим завтра, послезавтра. Как удобно будет. Мирное соглашение. Королевство сват и хиргидское ханство согласились заключить мир. Так же есть мод по этой игре. По... Фэнтези Вархаммеру. Я пытался сегодня целый день ее так и так установить. Но... Не знаю. Может у меня руки кривые. Я не смог ее никак установить. Там какая-то версия должна быть. И так далее. Очень много писанин был. Устал. Потом перетумал. Думал. Да ладно. Я просто пройду оригинальную часть. Так. По деревням пройдемся. Имичество 10 и 2 ординара. Надо нападать. Хиргидское ханство объявляет войну и начинает наступление на королевство Вегер. Набрать добровольство. Никто не хочет с нами пойти. Понятно. Кто не хочет. Так. В какую сторону? Он... Пуни проявитель в намежды и тальперил. На место. И тальперил. На место. И тальперил. Ага. давайте сюда в деревню зайдем в бары не будем нападать у нас мало пока что набрать добровольцев 6 за 60 динаров это не тот граф давайте в бейдер заскочим по дороге еще 6 у нас побольше стало давайте не между так это королевство радуков набрать добровольцев 5 ну отряд уже поболее стал у нас 23 нужно поймать этих воров скорость 4.5 атакуем и отберем имущество атакуем атакуем все таки мелких отрядов без проблем можно убивать 12 24 25 динаров так так отряд можно повысить снизаром можно поговорить кстати давайте взглянем на снаряжение также можно прокачивать подряд неплохой у него одежда 32 на 10 14 шапки нет у него шапку один а то простудишься гнилой цыпленок гнилая свинина гнилая свинина все сгнило надо продать вот эти уже по боли будут бандиты и корцы ну-ка идите сюда убежали что ли в ложке на свет поймать одинаковая скорость догоняет амин амин учителя шубы амин 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 направл направляемся в замок граф как раз тут граф как раз тут В зал правителя. В первый раз вас вижу и т.д. В смысле, подожди, у меня же задание есть. А, граф Раффорд. Граф Раффорд, давайте у него спросим. Граф Раффорд, птиц. Сейчас пути, он должен быть недалеко от замка Рибелят в данный момент. Так, нам надо ехать через сумму, да, получается. Соскочим Венда. Возьмем еще добровольцев. Деньги 37 динаров у меня осталось. Да, не бомжи. Ничего себе, мы бомжи. Так, вандиты и горцы, 20 человек. Поймать. 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 Где они? В тазах. Поймать. 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 этих рабов, а не содержать, ставится на рыночную площадь, с ружем, давай сразу продадим, все гнилое, никто не кушает, 41 тинар в площади, хлеба почти не осталось, купить, формируем. Тр времени Этого чувака тоже нужно купить за 300 динаров, пока у нас нету бабла. Так, кстати, тут нету нашего графа. Давайте направимся в замок, спросим у графа, где находится именно нужная для нас графа. Хочу кое-что спросить, узнать, находится она. Так, графа, да, но он должен быть неподалеку от Репили на данный момент. Спасибо. Так, караван. А, вот он графа. Стой. Да, стой же, куда ты побежал? Мне надо тебе письмо отдать, братиш. Походу он звездюлей недавно получил, у него маленькая армия. Да, не дает он себя догнать. Вот он встал наконец-то. Я граф Рафард, вассал королевства Свадии и господин Немеджи и Тальберил. Казарчик. Вижу у вас благородное знамя и та-та-та-та-та. Что хотелось. Король Харлоус передает вам сообщение. Правда, дайте-ка посмотреть, но хорошо, что вы доставили мне это сообщение, командор. Возьмите мою печать в качестве доказательства, что я получил его и передайте королю Харлоус. Мой привет. У него задание не будем брать, так как у него всего лишь две деревни по распоряжению. Такой бомж. Едем к королю. Говорит, что все передали и бабла взять у него. И начальные задания были хорошие. 500 динаров, 200 динаров, а сейчас сколько он мне дал-то? 40 динаров, что ли? И бандитов не вижу. Которых можно было убить, забрать вещи и продать. Скоро бунт начнется у меня, если такие дела пойдут. Ну-ка король, дай мне бабла. Нормально. По-братски. Есть одно дело, в котором вы могли бы помочь. Суть в том, что один негодяй, известный под именем Брагамус из Суна, убил моего человека. И с тех пор скрывается от права судья. Я не могу допустить, чтобы он избежал наказания. Так что назначил за его голову награду в размере 300 динаров. Друзья убитого полагают, что убийца может прятаться у своих родичей в деревне Тоздар. Если бы вы выследили его и наказали должным образом, то получили бы награду. Так, неплохое задание, я считаю. Тоздар. Деревня. И говорит, что она на другом краю света. Тоздар показать на карте. И вот она, возле Тримана. Топать, топать. Топать, топать. А, я не посмотрел, там есть роботорговец или нет. Суны мы смотрели мутерники, да. А у меня денег мало становится. Наверное, Харчик тоже уходит нереально. У меня бандиты нужны. Где все бандиты? Убить их пусть. Творк. Убиле. Закм非нулась вверх. И покойка. Как она – перепela. Какknят на карте. И сух 이опиха, Германия. Там различlly обмот 때문에. помогал лifs. Нерезавис. И. подержу основу с вегером не особо дружит но пока ни с кем не воюет еще королевская свадья если она с кем-то воевала бы хотя бы можно было бы напасть на деревню вражеских вражеские фракции разграбить ее и забрать припасы неподалеку Туздар фермеров не хочу трогать походу я зря этого низера взял чужие земцы приходят и уходят господин хотите искать волю вашего глядишь кого найдете так короче он не хочет говорить там надо искать его где то он прячется так так кто нам искали населянин населянин давайте дальше искать следующий дом все янка нет нет подозрительный тип бог я ищу убийцу его зовут брагомус суна вы как раз подходите под описание не понимаю о чем вы говорите господин я никого не убивал вы меня не за того приняли тогда отпустим меч если вы ни в чем не виноваты то и бояться вам нечего сейчас мы поговорим с вашими соседями если они все подтвердят я двинусь себе дальше дружище я никуда не уйду сегодня вам придется сразиться за свое серебро запросто в любом случае мне была нужна ваша голова умри собака у нас на а у а 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 Блин, ну опять что-то такое, да, нереальная сложность. Сильный удар одного из беглецов сбивает вас с ног, вперед глазами, а перед глазами все кружится и меркнет. Когда вы приходите в себя, вы понимаете, что вас здорово избили, но вроде ни одна из ваших ран не смертельно. Так. Я провалил задание, или я могу его еще выполнить? Надо было на коне что-ли двигаться, да? Платить, давай подождутесь. Пару дней. Ага, у меня денег все меньше и меньше. Что странно, почему я один двигаюсь, да? Почему я в эту деревню не мог взять с собой этого Мизара, или там трех-четверых крестьян своих. Вместо этого я захожу один и подыхаю. Числожный, очень беспонтовый доспех у меня. С одного удара снимает у меня больше половины хп. Пятнадцать динаров осталось у меня. Я бомжую. Считаю деньги. У вашего отряда нет еды. Замечательно. Пусть денек подождите, ребята. Королевство Свата объявляет войну и начинает наступление на королевство Радок. Теперь уже нормально. Радок и Саранитский сутанат согласились заключить мир. Радок и Саранитский сутанат. Так, ну что, я поднял хп. Семьдесят четыре, я считаю. Нормально. А, нет, все. Все, мы провалили задание, кстати. Ну, конечно же, сбежал отсюда. Вот же не лошара, чтобы строить и ждать. Это я лошара, получается. А-а-а-а. Да, тут стоял теперь нету. Надо его искать. В других деревнях, либо все. В других деревнях, либо все. Пойду нападу на деревню королевства Радоков. А, его уже грабят. Сюда, наверное, пойду. Иначе с голову умру я. Третий день. Без еды, без еды, ну и отряд. Ничего страшного. Ноль динаров. Самое главное, чтобы какой-нибудь лорд не подошел и не начал дефать. Так, проведем королевство Радоков. С дозами и пословами отдать их драгоценные припасы. Вы считаете, что вам потребуется на это как минимум час? Хочу приступить. Ага. Крестьяне не хотят выносят то, что у них есть для вас. Ага. Взять припасы. Биноград. Оливки. Все что ли? Тут какой-то лорд лежит еще на нас. Надо бежать. Все будут сражаться они, кстати. Кстати, я могу помочь им на сражении. Сейчас вот этот присоединится. Зеленый будет бежать, наверное, нападу на него, когда он будет бежать. Нападу. Так, все. Атаковать. У них 17 осталось. Замоем. Куда ты низа прибежал за мной? Добро пожаловать в наш канал. Добро пожаловать в наш канал. Такой беспонтовый. Можно еще на какую-то деревню напасть. Добро пожаловать в наш канал. Попаду на деревню и надо бежать во всех парах. Так. Крестьяне решили отступить. В общем, сами понимаете, как сложно играть. Не все просто. Получил одну стрелу и умер. Зря, конечно, некоторые действия я предпринимал. Зря напал на этого графа, который практически один мог справиться со всей моей армией. Так. Дезертируй. Не, не буду нападать. Ага. Они нападают на нас. У меня готовых два против десяти. Сдаться. Меня забирают в плен. Бессмысленно просто драться. Удается мне сбежать. Триста динаров я потратил на этого Низара. В итоге остаюсь один. Харчика есть. С самого начала будем начинать. Не получилось, конечно, у нас ничего. Ну, на этом давайте пока закончим. Следующую игру начнем с самого чистого листа. Вы видите, все как произошло. В итоге остался я один. Без денег. Без Низара, который убежал и получил триста динаров. Первая ошибка. Не надо было Низара брать. Надо было аккуратно деньги тратить. Самое необходимое. Получать нормальные задания. Купить больше крестяй. Вот так вот. Ну, до следующей кампании прохождения. Части прохождения. Всем пока. Спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. И всем удачи, ребята. Пока-пока. Так. Сохранюсь я при вас, наверное. Сохранить и выйти. Вот он. Командор. Почти месяц провели. Неплохо. Ну, все... Теперь точно пока. НАПРЯЖЕННАЯją